Привет, народ, с вами Фенаргот, и боже мой, мы этот момент настал! Павшая корона выходит прямо сейчас, пока самого обновления нет, но появился комикс, новелла, информацию о которой сливали уже до этого в файлах, поэтому пока всё идёт по плану, как я и сказал, с 18-го числа на 19-е, есть новелла, ждём лавку конфет, арканы и всё остальное, а пока давайте быстренько пробежимся по данному комиксу. Напомню, что мы следим за обновлением на моём стриме, ждём, будем всё обозревать, там розыгрыши будут, и, конечно же, пополняем Steam через Battle Pass. Промокоды и ссылка есть в описании. Так, Черновый престол, его возвели на самом высоком шпиле гнезда, здесь выседает Королева Империя. Скажи, зачем мне пропускать тебя? Королева празднует юбилей своего вознесения... Что? Дня, когда она изгнала предателей, видится с ней... Ей ни к чему, Драгонус. Ага, и тут пришёл Скайрет Мак, Регус, если я стану предателем, ты узнаешь об этом первым. Я капитан Королевской Гвардии, и мне положена уидиенция. Хочешь оставить меня, Драгонус? В день моего вознесения, знаешь, 10 лет спустя, я бы больше удивилась, изъяви ты, наконец, желание поприсутствовать. Простите, моя королева, сегодня вас уже оберегает немало стражников, и я не думал, что без меня не смей указывать, насколько защищённый мне себя ощущать. Да-да-да, 118 страниц, я в курсе, ребята. Ну, уже на 13-й. Нелётные даже не скрывают, что замышляют свергнуть меня. Не в этот раз. Они объединяются, и, подозреваю, скоро начнут действовать. Они всегда были анархистами-бундарями, это лишь пустые слова, пускай замышляют. Нужно принять меры. Скоро я отправлю по душе заговорщика в стаю королевских гвардейцев, и вести эту стаю должен был ты, Драгонус. Но я знаю, что для тебя значит этот день. Разрешаю тебе улететь и хандрить где-нибудь в другом месте. Ну, или, может, замышляет заговор против меня? Мои чувства не имеют никакого значения, ваше величество. Я дал клятву чести, что буду вас оберегать. Ммм, да, иначе я бы оклеймила тебя предателем короны и уничтожила на месте. Или ты вдруг забыл, что именно я дарую тебе силы, Драгонус. И мне это как нельзя кстати. Полагайся, я лишь на твою честь. Ты бы давно ударил меня в спину. Разрешаю оставить пост. Благодарю за безграничную доброту, ваше величество. Не сомневаюсь, твое сердце ей переполнено. Убирайся прочь. Лети, оплакивай мою сестру. Она считает, что сломила меня. И потому отпускает меня каждый год. В день ее торжества. В день, когда она вознеслась. В день, когда она убила мою Шен. Она позволяет мне жить, ведь считает, что внутри меня лишь пустота. Что я горю над могилой ее сестры. Это не совсем так. Руины храма Скриок. Богини нелетных. Этот храм, как и остальные, разорили 10 лет назад, когда империя запретила поклоняться Скриок. В глазах короны это просто развалины. Больше сюда никто не приходит. И вот, уже 10 лет, это идеальное место. Сокрытое тайное. Вот там пишут в чате, что якобы обнову перенести на 3 мая. Но посмотрим. Иду, иду, уже иду. Кто-то... О, не бойтесь. Я пришел не по указу короны. Вам ничего не угрожает. Корвус здесь? Он должен был ожидать. Меня... Уходи, мы закрыты. Вы не закрыты, бестолковая ты птица. Вы запрещены. Это заброшенный храм. Храм незаконной религии. Я маг при короне. И я мог бы тебя казнить, лишь за то, что ты здесь. Не важно, что я здесь делаю. Где корвус? Мда, а ты здесь что делаешь? А, блин, все наоборот, просчитался. Нет его, отойди уже от двери. Я пытаюсь не пустить тебя. Он не мог уйти, только не сегодня. Корвус! Семейное горе. Да-да, семейное горе. Вот и ушел. Да, очень внезапно. Ладно, значит, ты сейчас за него. Корвус, хотя бы сказал тебе о нашей... О нашей сделке. Что? Нет. Придворный птенчик, ты в храме. Скрюок. Истинной богини всех нелетных. Здесь не место всяким сделкам. Ясно. Ммм, да-да-да. Точно. Сделка. Я, конечно, благодарю за монеты. Ммм, благодарю. Но это твой обряд. Обряд Элаквора. Да, он самый. Ты же знаешь, что он действует только на живых. Мне это известно. Это я к тому, что принцесса мертва. Мне все равно, кто из высокородных окажется на престоле. Отсюда разницы не видно. Но даже я знаю, что она мертва. Убита чужаками из Мирха. Нет. Королева Империя. Предала принцессу Шен и узурпировала власть. Это королева Империя. Королева, на которую ты работаешь. Империей я служу. Шен моя королева. Я... Допустим. И все же она недостаточно жива для этого твоего обряда. Я не говорил, что она жива. Лишь что она не мертва. И эти руны образуют печать. Ммм, да, ясно. Не живая, но и не мертвая. И почему бы и нет. Хитроумный обрядец. Брат Корвус был не столь боллив. Да, он тих, слишком тих. И вы делаете так каждый год. Да, вопреки тому, что мне говорит голос разума. Только какие... Как ты не гнуш... Тьфу, боже мой. Только такие, как ты, не гнушаются, некромантии. Из-за этого мы и запретили ваш культ. Грязная магия, поверь. Будь у меня выбор, я бы держался подальше от этого храма. Остался только связующий песок. Мм, да, любопытно. Ваш связующий песок сделай одолжение. Достань его из шкафа. Конечно, конечно. Но скажи мне, маг, почему печать обращена к балкону? Мне сначала показалось к байконуру. Таков подарок моей возлюбленной. Небольшой, но иногда мне его и не дать. Каждую годовщину смерти я призываю ее сюда и даю полюбоваться на королевство, что ее по праву. Романтично, очень романтично. Так-так. Да, вот он. Связующий песок. Отлично, последний знак. Ну что, удалось? Удалось! Как мне ее озвучивать? Ой, ой, ой! Любовь пошла. Ты ничуть не изменилась. У смерти есть свои плюсы. Но ты за этот год постарел сильнее, чем за прошлые три. Похоже, сестра сведет могилу нас обоих. Пройдем. Драгонус, спасибо. Однажды все это вновь будет твоим. Ты говоришь так каждый год. Думаю, ты и сам уже в это не веришь. Шен, я верю, честно, но сейчас моя жизнь в ее руках. Если бы я только мог вырваться из ее хватки, я бы нашел способ вернуть тебя. Драгонус, а вдруг они не хотят, чтобы я вернулась? У меня нет уже так давно. Там, наверху, меня хотя бы помнят? Что, Шен, не говори глупостей. Конечно, они не помнят. И уже не один год не врей, гвардеец. Империя сумела купить забывчивость двора. И плата была весьма щедрой. Но здесь принцесса Шен нелетная и помнит тебя. Кто ты? Что тебе нужно? Мне хотелось лучше узнать вас обоих. Узнать, кому вы служите. Что? До того, кто я... Взгляните на статуи вокруг нас. Я сама Скрёк, и вы стоите в моем храме. Скрёк, прошло столько лет, я думала, ты лишь привиделась мне. Понимаю, почему ты желаешь забыть тот день, принцесса. Хорошо, десять лет с тех пор, как я тебя нашла, как твое королевство бросило тебя. Десять лет назад я нашла тебя разбитую, бескрылую и дала тебе новую жизнь. Но потом ты просто ушла, не так ли? Решила сражаться в великой битве, геройствовать. Ты должна была стать моей заступницей, но ты ушла. А ведь я рискнула, приняв тебя. Не знала, окажешься ли ты лучше своей сестры. Но теперь знаю, меня почитают под разными именами. Для вас я богиня отмщения, но для нелетных я богиня надежды. Когда империя запретила поклоняться мне, я смеялась над ее спесью. Моей пастве не скажешь, кого почитать. Как же я ошибалась. Она разорила все, храмы, казнила всех, служителей. Нам казалось, что хуже вашего отца уже не будет. Но империя оказалась просто чудовищем. Она добилась своего. Она потратила десять лет, но добилась своего. Брат Корвус отнюдь не занят семейными делами. Он мертв. У меня не осталось последователей. Не просто так я не похожа на свои статуи. Я умираю. Мне больно просить высокородных о помощи. Но кроме вас двоих у меня никого нет. Я хочу отдать тебе остатки своей магии. Ты больше не будешь прикован к престолу империи. Она не будет властна над тобой, маг. Вы ее не свергнете. Вы дадите нелетным вернуться к прежним обычаям. Вернуться ко мне. Скажи, что ты этого хочешь? Я хочу этого. Ого, а вот и Аркана, пацаны. Вот и Аркана на Скайе. Шэн, ты готова? Готова. Год за годом мы здесь встречались. Здесь смотрели на этот город. Мой город. Мечтали о том, как все могло сложиться. И вот у нас есть шанс. Значит, я могу сдержать свое обещание. Повернись и сними штаны. Драгонус. Так, пош... А вот и вторая Аркана. Вот Аркана на Вингу. Я вновь обрела себя. Град, ты тратишь мои силы впустую. Впустую оставь их для империи. Нет, скрек будет у нас даже вся твоя сила. Ее бы не хватило, чтобы одолеть целое королевство. Ты прав, гвардейцам королевы нет числа. Утром отправимся к межпутью. Я знаю кое-кого, кто мог бы нам помочь. Вот и все. Вот и... Собственно. Комикс. Вот у нас. Новость. Юная принцесса. Ее крылья оторваны от тела. Она сброшена с самой высокой башни жуткого гнезда. И больше нет никакой информации. Только комикс. Но мы с вами ждем обновления. Приходите на стрим. С вами был Фенаргот. Слушайте, не серчайте, что я так плохо, возможно, прочитал комикс. Я же его не читал. До этого это было с первого раза. Пытался как можно быстрее, чтобы не затягивать. А вы кидайтесь меня какашками. Субтитры создавал DimaTorzok